В воскресенье 15 января проводились работы по активному воздействию на снежный покров. Предупредительный спуск лавин путем подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах горы Югспор, расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская. Работы проводили в трех лавинных очагах. При этом во время таких профилактических испытаний сход лавины не обязателен. Это происходит только в том случае, если снежный покров плохо закреплен на склоне. Вот и в этот раз снег сошел только после одного из трех взрывов. В принципе, когда лавина не сходит, мне такой результат даже больше нравится. Почему? Потому что я могу с какой-то долей вероятности говорить, что в соседнем лавинном очаге или еще в каком-то лавинном очаге, которые расположены на такой же высоте, из такой же экспозиции, то есть по направлению, по сторонам света, я могу с какой-то долей уверенности говорить, что в этих очагах тоже ситуация стабильная. И теперь мы можем наблюдать за этими очагами, спокойно жить, можно сказать, до сильных каких-то снегопадов или метелей. То есть за эти очаги мы уже уверены, что здесь лавин не будет. До кардинального изменения погодных условий. Для проведения профилактических испытаний снежного покрова на устойчивость была проделана огромная работа с привлечением самых разных служб. При закладке заряд задействованы специалисты отдела лавины безопасности и специалисты подрядной организации, которые осуществляют зарядные работы. По городу, значит, отступление выставляют сотрудники ГОЧС, сотрудники полиции и добровольные народные дружины. Также мы привлекли к этим работам сотрудников Экоспаса Кировского рудника. Нам надо было подняться, во-первых, на оплату и к спору. Это перепад высот, ну, где-то порядка 500 метров. Вот, надо было подниматься по серпантину. Часть пути мы проделали на снегоходе. Большое спасибо Кировскому руднику, которые организовали расчистку этой серпантина там до определенного участка. Потом поднимали дальше на оплату пешком, со взрывниками. И наши ребята их страховали, они уже занимались работой там. По раскладке ВВ, подключению, ну и так далее, и тому подобное. Жители тех домов, которые попадают под прямой удар лавины, на время проведения работ перевели в безопасный район. Это было помещение, где они могли посидеть, там, попить чаю, погреться. Когда проводились работы по оповещению населения, да, и по выводу населения, там, из гаражей, из домов, то, в принципе, люди адекватно достаточно воспринимали эти мероприятия. Были, конечно, люди, которые как бы негативно к этому относились, но хотелось бы сказать, что давайте, друзья, не будем запоминать, вернее, не будем забывать то, что у нас случилось практически ровно год назад. То есть надо понимать, что сейчас эти мероприятия будут производиться гораздо чаще. Понятно, что по погодным условиям не всегда можно сделать это вовремя, но, тем не менее, будем стараться сделать это так, чтобы не копить снег на склоне. По словам специалистов, на 25-м подобных работ в ближайшее время проводить не планируют. По крайней мере, до кардинальных изменений в погоде. То есть сильных снегопадов или метелей. Продолжение следует...